Приветствую вас, Ариандра. Значит, вы пишете о том, что мужчина начинается быть с вами в отношениях, что мужчина не хочет показать серьезность своих намерений, что мужчина хочет казаться таким холостым, да, таким, ну, в прямом смысле этого слова, свободным, вот, и вам это, конечно же, не нравится. Я думаю, что здесь есть несколько важных нюансов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое. Значит, вы пишете о том, что живем вместе пять лет, сходились-расходились несколько раз. Смотрите, вы живете уже в месте достаточно большого количества времени, вот, и я думаю, что у ваших расставаний и, соответственно, примирений, вы ли есть свои причины. Были причины в расставании, были причины в примирении, ну, то есть, были какие-то основания для этого, да? Вот. Соответственно, здесь очень важно как-то вот подумать, а не решились ли те проблемы, для которых вы расставали со своим молодым человеком, к примеру. Да? Вот. Ну, просто потому что это очень такая вот важная история, это очень делегатный момент, очень делегатная история, вот, и, ну, соответственно, тут вот нужно очень четко это исследовать, да? Вот. Что дальше? Примирение, да? То есть, примирение были, примирение есть. Решают ли примирение проблему, да? То есть, отдает ли, отдает ли вы себя все в том, что вот примирившись, именно примирившись, а вы как-то вот решили проблему, решили проблему, из-за которой вы расстались. Потому что, в противном случае, не очень понятно, вообще, зачем примиряться, да? То есть, ну, вы примирились, а проблема не решена. Вот. Она, скорее всего, будет еще больше беспокоить, там, вас, она будет еще больше беспокоить, там, вашего партнера, ну и прочее, прочее, прочее. Вот. Дальше. Вы, вы перепишете, что ребенку 1,9. Тоже очень важный момент. Ребенок чей? Если ребенок у вас и вашего мужчины, с которым вы 5 лет вместе, да, ну, я так понял. Да? То есть, ну, вы просто сказали, что состиняется нас с ребенком. Мне почему-то в этот момент показалось, что ребенок не мужчина. Хотя, сейчас я, конечно, понимаю, что, скорее всего, его. Просто, откуда вам прислала в голову идея, что мужчина состиняет своего ребенка, да? А, если бы он недавно воскреснялся, он бы, наверное, его бы с вами не довел. Вот. Ну, хорошо. Значит, ребенку 1,9 вы не в браке. Давайте зададим вопрос. А почему вы родите ребенка не в браке? Вот. То есть, ну, как бы просто вот к чему, как вы к этому пришли? Самый слой бы, а это ребенка не в браке. Я, наверное, только попрошу вас не говорить о том, что бывает внеплановая беременность, и что иногда такое случается, да? Потому что это звучит очень несерьезно для взрослых людей. Вот. То есть, как бы вы забили ребенка вне брака, да? Но будете не в браке. С чем это связано? То есть, понимаете ли вы, что... Вы просто не заботитесь здесь о своей защищенности. Вот. Дальше. Дальше. У мужчины страницы в Инстаграм. Он там не выкладывает совместные фото и не хочет показать, что в отношениях. Ну, это, надо сказать, исключительно право мужчины так делать, да? То есть, это, ну... Это, ам... Его право. Ам... Вот. Ам... Тут вот нужно... Ам... Как-то вот поисследовать, наверное, наверное... Ам... Ваше отношение, скорее, к этой истории. Ам... Ну, вот. Которые, а то. Ам... Как вы... Воспринимаете то, что у него есть страница в Инстаграм, да? Что он... Эту страницу в Инстаграм публикует так, что в ней не звал. Мне кажется, это... Момент, конечно... Деликатный, но... Очень важно, как вы на это реагируете и почему. Вот. Ам... Дальше. Дальше. Идём. Так, я попросила поставить ссылку на меня или хотя бы, чтобы он в отношениях. Что он в отношениях. Ну, смотрите. 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 Эээ... Зачем? Зачем? Для чего? А вот здесь, на мой взгляд, начинается самое интересное. Эээ... Вы... Проявляете неуверенность в себе. Вы проявляете ревность. Эээ... Вы, говоря о том, что вот у мужчины свой круг. Что он работает в другом городе. Живёт с нами в одном городе. Работает в другом городе. Вы здесь, как бы, обесцениваете себя. Что вот, у него свой круг общения. Я там никого не знаю. Эээ... То есть, как-то, вы знаете, такое ощущение, да? Что всё это с вами случилось, ну, вот только что. Да? Только что это всё случилось. Эээ... И что он... Значит, эээ... Его лайкают девушки, и вам это почему-то неприятно, да? То есть, вот почему-то, почему вам это неприятно. Эээ... Что именно неприятно? Как это у вас задевает? Если вы, например, не чувствуете себя защищённым. К примеру. Допустим, вы не чувствуете себя защищённым. Ага. Это... Один момент. Это одно дело, если вы себя не чувствуете защищённым. А вы... К примеру, ревнуете или... Сосравниваете... Эээ... Си... Ну, сравниваете себя, да? А с... Ну... С мужчиной. Это другое. Это с другими девочками... С другими женщинами отправниваете себя, простите. А вот. А это другое. Немножечко. Это другой момент. Это другая чуть-чуть... Эээ... История. Да? Эээ... То есть, эээ... В чём здесь, ээээ... Ваша проблема? Почему вам неприятно? Есть ощущение, что вы... Вы просто пытаетесь... Мышину... Эээ... Как-то вот... Знаете, к себе... Эээ... Ну... Я не знаю... Эээ... Может быть... Эээ... Вы пытаетесь... Мышину... Как-то вот... К себе... Эээ... Как будто бы... Знаете... Эээ... Прилепить что-ли... Как-то вот... Прикрепить его к себе... Вы пытаетесь... Вот... Такое ощущение у меня возникает. Вот. Ну, это выглядит... Выглядит просто... Эээ... Так, что вы в себе не уверены. Эээ... Эээ... Значит, дальше... Эээ... Ответ накинулся с обвинениями, что мне якобы не достаточно всего, что надо сделать, что я оказывается им не доверяю. Ну, это говорит о том, что у вас отношения действительно не дают... эээээ... Стро... Стро... Строится... Эээ... На... Недоверии... Эээ... Вот... К сожалению, это говорит о том, что ваши отношения действительно справятся... Эээ... Эээ... На... Эээ... Ну, вот... На принципах... Недоверия... Эээ... Вот... И... На мой взгляд... Эээ... Здесь вот... Нужно... Эээ... Разобраться... С этим... Да... То есть, на мой взгляд... Эээ... Нужно разобраться с тем... Эээ... Эээ... Почему... Эээ... Эээ... Вот... У вас... Эээ... Отношения так справятся... То есть, если... Эээ... Мужчина... Эээ... Если мужчина накинулся на вас... Ээээ... С обвинениями... А вот... То... Скорее всего... Эээ... Это его... Как... Как то вот... Эээ... 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 Беспокоило и раньше... То есть, его беспокоил... Эээ... Вероятно... Эээ... Ваш... Ээээ... Ээээ... Например, контроль... Или то, что ему... Ээээ... Эээ... Ну... То, что ему кажется... Кажется как контроль... Понимаете, да, то есть, как бы, мужчина на взводе, вот, условно говоря, да, и я сейчас не говорю о том, что, что на взводе, например, можете быть и вы, да, я не хочу сейчас об этом говорить, потому что это, на самом деле, не столь важно сейчас, да, мы же говорим всё-таки про, про вас, да, а не про мужчину, вот, и очень важно эти моменты различать, очень важно различать эти моменты, потому что они правда важны, вот, ситуация вот такая, да, то есть, мужчина чувствует себя как-то вот неуверенно, мужчина чувствует себя как-то вот, ну, чувствует, что на него давит, на него давит, да, он ощущает, ощущает, это ощущает, что на него давит, вот, ну, я не думаю, что это какая-то такая хорошая история для вас, почему мужчина чувствует, что на него давит, и почему он, вот, так вот, агрессивно реагирует на то, значит, когда вы, от него что-то хотите, что-то требуете, вот, коммуникация, это очень важный момент, дальше, значит, я сказал, дело не в доверии, мне неприятно, что девочка подпишет, как лайкает тебя, и думает, думает, что ты хвастаешь, ну, по сути, это и есть недоверие. эти варианты, то есть, вы, просто говорите немножко другими словами, но, тут как бы она та же, от этого, а тут как бы не меняется. Дальше вы говорите «поругались». Ну, понимаете, это ещё один момент, который я хотел бы раскрыть вам. Вы, говоря о том, что поругались, да, вы представляете вот это всё так, как будто вы оба взяли и поругались. Понимаете, ну, это просто не работает так, это не работает так. Если вы поругались, то вы поругались оба, и каждый несёт ответственность за это, за то, что вы поругались, и вы поругались почему-то. Именно вы это сделали, именно вы, ну, внесли вот свой, так сказать, вклад в ссору, да, в конфликт. И, на мой взгляд, очень важно в этом разобраться, на мой взгляд, очень важно разобраться, какой вклад вы внесли в ссору, в конфликт именно вы, да. Что, 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 что это за вклад, а почему именно, именно вы, там, грубо говоря, поссорились, а вот. Так это очень важно, это очень важно, на мой взгляд, это очень важно. А так, когда вы говорите, что поругались, ну, ну да, поругались. Ну, так, а кто поругался? То есть, как бы, если бы вы, например, не приняли участие в скандале, да, то ничего бы не было, понимаете? Ну, вот, какая штука. Поэтому это вот, это вопрос к вам. Да? Какая ваша ответственность на том, что вы поругались? Здесь я рекомендовал бы вам почитать, знаете, про психологическую игру в скандал. Я говорю, в чем дело? Соединяющий нас ребенком, ну, это странно, на мой взгляд. Что-то не смерть, конечно, я его укладываю и ребенку. Не очень понятно, что вы тут говорите. Вот. То есть, если это странно, на мой взгляд, то, может быть, нормально для мужчины. Тем более, у него другой менталитет. Вот. Он работает в одном городе, живет в другом. Да еще и на 20, там, в свой круг, где я никого не знаю. Ну, как вы к этому пришли, вот, в отношениях, да? Вы еще 5 лет. Вот. Может, боится, там, там суетиться. Ну, это уже серия, на мой взгляд, серия «Погадат». Все-таки, психологи не гадают, да? Вот. Дальше. Я не могу подозревать измены, но мне очень больно, что он не делает то, что прошел. Ну, вот здесь вы говорите, по сути, о том, что вы не добираетесь в своему мужчине. Потому что, если бы он ночь провел бы вне дома, у вас были бы, следуя вашей логике, основания считать, что он вам изменил. Ну, или изменял. Вот. А, ну, я думаю, что это, в общем-то, придется с притоком на том, что вы не доверяете друг 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 другу. Вот. И, что дело, как раз таки, в доверии. Вот. Ну, а если вы друг другу не доверяете, да, то сразу, конечно, заказывает вопрос. Вопрос. Да. Сразу заказывает вопрос. А доверяете ли вы, вот, ну, в первую очередь, сами себе? Да. Вот. Потому что, вы можете, вы можете не доверять, ну, кому угодно, да, и у вас всегда будут проблемы с тем, чтобы доверять людям, мужчинам в том числе, если вы не доверяете себе саму. Вот. Поэтому это очень, очень важный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Да. Вот. То есть, вы, опять же, здесь проявляете неверность в себя. Ну, неверность в своих, своих своих, да, своей привлекательности для мужчинам. Вот. И про прочее, про прочее, про прочее. Вот. То есть, это, конечно, ну, это неприятно, да, это неприятно. Вот. И с этим нужно разобраться. Вы не понимаете, да, о чём идёт речь. Дальше. Так. Так. Мне больно, не больно, неприятно, что я не делаю. Вот спрашиваю. Ну, а, вот. Давайте, вот. Ну. А, честно. Сбросить себя, да. А, почему мужчина должен делать то, что вы его просите? А, почему, почему? Почему? А, какая, какая у него мотивация делать то, что вы его просите? А, почему вы не принимаете его, ну, вот, его решение, да, его решение не выполняться, да, потому что вы у него просто. То есть, а, мне кажется, что здесь лапа-то как-то задевает, что вот вы попросили человека, а он не сделал. Вот, это как-то задевает. Только раз больно, как вы говорите, больно и неприятно. Вы принимаете это на свой счет. Ну, соответственно, очень, очень важно, эм, разобраться, очень важно, поисследовать, эм, почему и как вы, эм, приходите к нам к тому, чтобы, эм, ну, чтобы воспринимать, эм, 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 на свой счет, то, что делает мужчина, мужчина. Эм, дальше, ощущение, что он у нас скрывается или скрывает. Ну, опять же, кого у нас, да? Эм, здесь проблема личный границ. Так, эм, вы идентифицирует, пытаетесь идентифицировать себя с мужчиной. Вот, в чем вы именно пытаетесь это сделать, пытаетесь идентифицировать себя с мужчиной. Вот, у вас, ну, у вас не получается это сделать, потому что он, ну, условно говоря, он не хочет этого, да? Вот. Вы пытаетесь привязаться, привязать его к себе, вы пытаетесь с ним слиться, и, к сожалению, точно. То же самое, то же самое происходит и, эээ, с вашим ребёнком. Ребёнком, потому что нас. Вы не говорите, например, меня и ребёнка, вы говорите нас. Вот, никаких нас нет. Мужчина стремится у вас отдельно, и ребёнка может быть отдельно. Но это разные отношения. И вот то, что у вас между, эээ, то, что между вами и, эээ, ну, грубо говоря, другими, другими людьми, да? То, что между вами и, вот, другими нет, эээ, вот, необходимых, эээ, необходимых личных, личных границ, это большая проблема, на мой взгляд. Потому что, эээ, из-за этого вы не можете выстраивать, ну, такие, скажем так, здоровые, здоровые отношения. Здоровые отношения, при которых вы были бы максимально независимы и находились в максимально удобной, комфортной для себя позиции. Вот, это важно тоже понимать и, соответственно, с этим нужно что-то делать, да? А вот, эээ, что значит, вы спрашиваете, эээ, собственно, вы задаете вопрос, эээ, что делать? Ну, знаете, вот вопрос, эээ, что делать, он очень, очень, я бы сказал, очень инструктивный. Потому что вопрос этот предполагает, эээ, наличие какой-то директивы вам. То есть, вот, эээ, ты реально, эээ, делай, вот так, и, всё будет хорошо. Вот, мне кажется, что эта позиция, позиция крайне, эээ, такая, такая, эээ, деструктивная позиция, потому что вам она ничего хорошего не несёт, эта позиция. Эээ, здесь куда более, эээ, конструктивные истории будут разобраться, эээ, в ваших, эээ, в ваших эмоциях, в себе, в том, что вы хотите, как воспринимаете себя, как воспринимаете молодого человека, как воспринимаете ребёнка, как воспринимаете то, что он делает, эээ, с чем связана ревность, с чем связано, эээ, чувство, эээ, недощищённости. Эээ, вот. Ээээ, капорога ощущает. Эээ, вот, и, соответственно, уже, эээ, с этим можно будет, эээ, что-то делать, да. Эээ, вот, эээ, в принципе, эээ, то, что я могу вам сказать сейчас. То есть, ээээ, никакого, ээээ, готового, ээээ, решения, да, никакого готового решения быть, в принципе, не может здесь. Ну, потому что, это ваша жизнь, и, только вам решать, эээ, что в ней происходит, да, что в ней, эээ, случается. И я думаю, что, эээ, вы как-то, пришли, ээээ, ну, вот, к этому, эээ, к тому, что есть сейчас, и очень важно понять, как вы пришли. Ээээ, понимание того, как вы к этому пришли, даст, как и вам, ээээ, потенциал, потенциал, ээээ, да, того, чтобы двигаться дальше. Вот, да, того, чтобы посмотреть, что можно изменить. Ну, вот, я думаю, такой можно дать вам ответ. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку, за его оценку в качестве лучшего. Я вам, ээээ, желаю всего, ээээ, самого доброго, удачи. Надеюсь, что, ээээ, ситуация, ээээ, решится самым лучшим образом. Вы найдёте возможность для себя решить эээээээээм ваши проблемы. Вот. Ну, а, по-моему, 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 я не могу. Продолжение следует...